Одесса Спорт представляет о нашем спорте. Оперативно и подробно. Сегодня наша спортивная беседа с самой высокой олимпийской пробы. В гостях у нас Юрий Белонок, заслуженный мастер спорта Украины, олимпийский чемпион. Юрий, расскажу от себя, как одесситка. Ждем мы от Олимпиады к Олимпиаде новых побед наших знаменитых спортсменов. Юрий Белонок – это наша олимпийская надежда. Каждого четырехлетия вдруг в 2010 году, в конце года вы объявляете о завершении карьеры. Почему вы решили это сделать именно в этот момент и чем вы заняты с этого момента? Решение принято было после Олимпиады в Пекине. Я дал себе немножко отсрочки. Год-два, может, передумаю. Но, к сожалению, возраст и наработанные травмы, которые я приобрел за 20 лет в спорте, они дают о себе знать. И я не могу сделать тот объем работы, который нужно сделать. Ну и все-таки, скорее всего, нет той мотивации уже, нет того рвения. Я, наверное, стал ленивый. То есть из-за этих моментов оно накопилось и пришлось уйти со спорта. Но со спорта я не ухожу, я остаюсь в спорте. Хочу остаться в спорте в качестве тренера, руководителя. Я на сегодняшний день закончил два курса Академии при президенте и Державном управлении. В городе Киеве я учусь и мне уже осталось полгода, защищая магистрскую работу. Мне эти знания нужны для того, чтобы все-таки наш спорт сделать достаточно привлекательный и популярный и доступный. Чтобы он был, потому что система, которая сложилась у нас сейчас в Одессе, она не в Одессе, а в стране достаточно, ну не радует глаз. И для этого нужно знание, умение. И плюс тренерского поста это все изменить очень будет сложно. И где-то надо бы пробиваться в руководителя и пытаться это сделать, как бы сейчас это модно, реформировать спортивную структуру. Ну как получится, не знаю, потому что дело в том, чтобы все это сделать, нужно как бы попасть в команду, в обойму этих людей и суметь переломать ситуацию в лучшую сторону. Есть какие-то идеалы, готовы ли вы ломать? Нет, вы знаете, ломать ничего не надо. У нас была прекрасная школа Советского Союза, которая медленно перешла в нашу страну, в Украину независимую. Но мы теряем темпы, вот все время меньше финансирования, меньше, меньше, ну вот все уходит, уходит, уходит. Весь мир движется вперед, а мы вот в этом отношении немножко отстаем. И я думаю, что вот здесь нужно, чтобы спорт стал модным. Понимаете, не то, что надо тренироваться. Потому что вот я смотрел из-за границы, много ездил. Вот, допустим, берем там идеал там мирового бренда, там Соединенные Штаты Америки. И я много выступал там и много вот видел студенческий спорт. У них, если ты не занимаешься спортом, на тебя смотрят как на какого-то щепенца. Притом сегодня в мире спорт настолько развит и всеобразен, что ты можешь найти себе любой вид. То есть не хочешь бегать, иди играй. Не хочешь играть, я имею в виду игровые спорты, иди стрелять. Не хочешь стрелять, иди плавай. Не хочешь плавать. Играя в шахматы. Играя в шахматы. То есть можно найти, главное вот дать возможность этим заниматься. У нас вот в нашей стране сегодня, на сегодняшний день все практически пытаются коммерческие сделать только в другом направлении. Сделать платные группы, платное обучение. Я, допустим, не понимаю, как можно в легкой атлетике, потому что я беру ее, потому что она ближе ко мне, да. И не хочу никакой вид спорта обидеть. Как можно в легкой атлетике сделать платной, да, чтобы ребенок... Я объясняю, вот коротко рассказываю, говорю, вот хорошо. Вот берем там девяностолетнего ребенка. Он ходит на дзюдо, он ходит на футбол, и он ходит на легкой атлетику. Дзюдо, тренировки как? Тоже тяжелые, но там уже есть борьба, там уже есть какие-то соревновательные моменты. Игровые виды спорта, то же самое. Там командная такая вот игра, там не хочешь, но команда идет, приходится тебе это делать. Как бы получать какое-то удовольствие, все равно там азарт какой-то. Что такое легкая атлетика? Это пришел, дал 10 кругов по стадиону и ушел. Ну я образно. И за это ты должен заплатить деньги. Я беру, и там несколько видов таких, я вот анализировал ситуацию. Допустим, штанна, гребля. Вот гребля, вообще-то это такой тяжелый вид спорта для меня. Это, ну как они тренируются, плюс 10. Он в воде сидит на этой, как его? В байдарке, канону. В байдарке, ветер, из-за выражения в харю, а он плывет. Он гребет. И за это платить деньги, есть же семьи, ну не очень богатые, есть богатые. Я думаю, что вот эту систему надо сделать, чтобы спорт у нас был доступен. И буквально любой, и футбол тот же, или же тот же баскетбол, все. Юра, а что делать со спортсооружениями? Например, если легкоатлет специализируется на беге, да, как вы говорите, пришел на стадион, дал 10 кругов. Ну, если тебя дядя охранник не выгнал, например, потому что сейчас такие случаи тоже есть. Ну вот если мы говорим о ваших дисциплинах, метание молота, копья, ядра, это специальное оборудование. Какое оно сегодня в Украине? Ну, я вам скажу, что вот единственное место, где можно все метание, не все, а метание, это стадион Динамо. Потому что молот достаточно очень опасный, и в Одессе его не профилируют. Копье есть, ядро, диск, все это. Ну, снаряды тоже стоят больших денег. Допустим, ядро стоит, ну что такое ядро, там 200 евро. Это получается железный шарик 7 килограмм. А я уже не беру, это самые дешевые. А диск и копье, они там уже карбонные, там планирование, там целая биомеханика. Интересно, просто перебиваю, а на Олимпиаде какими работаете? На самых высоких соревнованиях? На Олимпиаде там несколько видов копья, несколько фильм-производителей, там большой выбор. И Международный Олимпийский комитет подписывает с ними договора, за год или за полтора объявляет, что на Олимпиадах будете метать вот эти снаряды. И если страна может себе позволить купить эти снаряды, то она покупает и дает спортсменам. Ну, за всю карьеру, я вам скажу, что мне отдали один раз ядро. Остальное все покупал я. Но, к сожалению, у меня такой снаряд, что он не ломается. То есть мне его хватило на всю мою спортивную карьеру, да. А сегодня тренировочная матча с государством не предоставляется. Ну, вот тяжело сейчас понимать. Ну, да, я думаю, что, не думаю, а точно есть, что в городе Одессе это точно для легкой атлетики, ну, я даже не знаю, кто, вот барьеры, которые стоят на Динамо, им 30 лет. Прыжковые ямы, ну, если вы там бывали, но они настолько уже сгнили от того, что они стоят. Ну, дорожки, это тоже, по-моему, 30 лет дорожкам. Хотя сейчас вот пошли какие-то подвижки, что вроде на стадионе Динамо положат новые дорожки, уже какой-то тендер провели. Ну, очень тяжело. А когда наши спортсмены, особенно молодые спортсмены, приезжают и за границей видят оборудование, спортивные площадки, то они сперва ходят, смотрят, часа полтора-два, потом начинают только тренироваться. Ну, вы же понимаете, чтобы привлечь, одно из условий привлечения спортсмена или там детей к спорту, это должно быть помещение или зал, в который ребенок зайдет, и он должен открыть рот и стоять, и думать, как здесь красиво. Тогда у него будет желание приходить. Или же он придет там, я не хочу никого обидеть, просто я знаю все виды, в борцовский зал, где там дышать нечем, и нету теплой воды, ну, мама посмотрит, сынок, мы тут наберем больше болезней, чем приобретем здоровье. Помимо личных достижений, у вас семья вся спортивная, легкоатлетическая. Наверное, вы, как никто другой, знаете вот ситуацию вокруг легкой атлетики на «Динамо». Ну, в легкой атлетике, вот на сегодняшний день, я могу сказать, какие спортсмены выбились сейчас, ну, как в сборную Украины, можно так сказать. Это дети бывших спортсменов. Это Катя Корсак, Павел Корсак, папа-мама спортсмены. Андрей Семенов, папа-мама спортсмены. А вот со стороны просто взять ребенка, как я пришел на папа-плотник, мама штукатур со спорта, сейчас, к сожалению, такого нет. Желаем вам удачи и развития легкой атлетики. Мы вас всегда ждем здесь, но надеемся, что лет через 50 мы здесь встретимся и поговорим о цветущей украинской легкой атлетике. Спасибо большое. Я тоже хотел бы вас поблагодарить за то, что вы приглашаете меня на общение, потому что из где-то сказанного слова может родиться какая-то идея, и эту идею можно будет реализовать на благо нашего города. Спасибо. До встречи. Всего доброго. Одесса Спорт представляет О нашем спорте Оперативно и подробно Оперативно и подробно